Я от всей души приветствую вас на канале «Строим дом своими руками». Это ж надо было вот так взять и попасть со строительством именно ОСП плиты в момент, когда она стрельнула с эконом-класса до просто максимального премиум. Для понимания скажу, 7 лет я строю этот дом, и ни разу за это время мне не требовалось ОСП плита, кроме как при отделке этого фасада. И тут такой подвох. В последнее время в комментариях я чаще стал замечать от вас такие сообщения, вроде «Раньше это был эконом-класс, теперь этот кирпич становится дешевле, чем такие варианты отделки фасада». И я решил сам для себя разобраться, так ли это на самом деле. Видео будет вам интересно тем, что, во-первых, я расскажу, сколько было потрачено на эту стройку, я имею в виду отделку фасада, и второе, я сравню это с ценами, которые сегодня у нас появились, с новыми ценами. Чтобы это не выглядело простой болтологией, я решил сделать таким путем. Во время рассказов о сегодняшней теме я буду доколачивать оставшуюся часть цоколя этой стороны дома и по ходу рассказывать вам обо всем. В этом коротком выпуске я расскажу, сколько вышел весь пирог фасада, из чего он был собран и сколько это стоит сегодня. Одно важное но, друзья, в моем доме 16 углов, а, соответственно, львиную долю средств взял на себя Добор. Сегодня он не дешевый, особенно алюмоцинк. Прошу обратить на это внимание, когда будете смотреть смету. Также я разделил в конце выпуска суммы за утепление и конкретно за фасад, так как утеплитель требуется и под другие системы фасадов. Надеюсь, данный обзор даст вам представление о ценах и материалах, и кому-то, возможно, будет полезен. Особенно сегодня, когда рынок колошматит от новых цен на товары для строительства. Символичная доска ОСП в руках. И тут у меня просто листочек с ценами. Итак, первое, что нужно было приобрести, из чего началась вся стройка, собственно, это брусок 47 на 47. Это был кедровый брусок. 540 штук было приобретено в количестве 3,2 куба. Цена за куб в то время была в районе 10 тысяч. Ну, а здесь будет появляться цена, которая сегодня на этот материал поднялась. Стоимость итоговая 32,320. Для того, чтобы крепить брусок, я приобрел саморезы черные 150, но они потом не прижились, и вы видели, что в итоге я их просто пускал по диагонали в наши стены для того, чтобы дополнительно фиксировать бруски. Также был приобретен саморез 70 на 5 и саморез 32 на 5. 70 на 5 это для того, чтобы крепить брусок к бруску. 32 на 5 это для того, чтобы уже ОСП крепить к подсистеме. Вот, ОСП-3. В идеале мне нужно было взять 100 листов, но я купил всего лишь 50. И 50 листов у меня еще осталось, собственно, почему мы сейчас немножко и притормаживаем со стройкой. Покупал я их тогда по 1080 рублей, это был декабрь. Если бы я решил взять это все в августе, то вообще там по 570 мог бы взять. Сегодня цену вы видите, это уже в районе 3000 рублей. Надеюсь, она будет падать, но как показывает практика и как говорят нам агенты, которые занимаются продажей, вряд ли ОСП в ближайшее время упадет. Вот, скорее всего, это будет уже к зиме, но это не точно. Так, доставка материалов, ну, она не изменилась. Я заплатил 1100, это мне привозили ОСП, кстати, мне привозили 40 листов. Я думал, что будет на прицепе тяжело их везти и привез их сам. Хотя, по идее, можно было легко их на прицепе, они ничего себе не представляли тяжелого. Так, отливы на окна. У меня 31 квадрат, 550 рублей стоило тогда гнутье. Сейчас она поднялась до 700 рублей за квадратный метр. То есть, вот сегодня я заказываю гнутье уже по 700. Это с моей скидкой причем. И теперь мы уже переходим с вами непосредственно к материалам компании Технониколь. То, что является пирогом фасада и то, что необходимо уже для того, чтобы был красивый, теплый и долговечный фасад. Лента акриловая Технониколь 25 на 20. Это было приобретено для склейки мембраны Техновент 110. В общем, было потрачено 2,880. Утеплитель Технониколь Техноблок, мы его с вами укладывали в 10 сантиметров на стены. Было взято 111 пачек, цена была за пачку 1250 рублей. Сегодня цена поднялась до 1505 рублей. Ну, поднятие в принципе, я бы не сказал, что большое, но тем не менее оно произошло. В процентном соотношении не так уж и много. Альфавент мембрана 375 квадратов по 70 рублей. На 26 396 было взято. Хауберг кирпич бельгийский 320 квадратов по 586. Потрачено 187 408 рублей. Я в конце еще в видосе вам сделаю это просто списком. Ну, чтобы было для понимания проще. Хауберг кирпич шотландский 68 квадратов. Это пошло у нас на цоколь. Цена его была тоже 586 рублей, потрачено 39 824. Оцинкованные гвозди по 5 килограммов, 65 килограмм в итоге. 228 рублей за килограмм, потрачено 14 820 рублей. Винт фасадный цокольный, я вам его сейчас покажу. Он пойдет у нас на некоторые элементы на доме. Это там, где мы будем Хауберг крепить с вами к экструдированному пенополистиролу, к экструзии. Это на колоннах, на фасаде. Мы еще туда не дошли. Мы дойдем обязательно, друзья. Сейчас немножко на отопление оторвемся. Повешаем котел, надеюсь. Растянем трубы. Нам главное в этом году, как я и говорил, моя мечта, этот дом, чтобы грелся. Затопить. Вот. С тем вопросом решим и пойдем, в общем, дальше. Саморез с пресс-шляпкой было взято 4000. Это 19-е саморезы для того, чтобы крепить ОСП к подсистеме, к металлической, к оцинкованной. Это уже мое изобретение. Это к техно-николе не имеет никакого отношения. При том, что они еще и были против того, что я так делаю. Но я боялся, что подсистема расшатается. Мне очень хотелось сделать это максимально нежно. Ну и в принципе, это получилось неплохо. А как сделать так, чтобы саморез никаким образом не протыкал Хауберг, я сейчас вам расскажу. Так, друзья, после выхода предыдущего видео про использование саморезов с пресс-шляпкой на установку панели Хауберг, мне позвонил эксперт и сказал, Денис, вот зря ты это все позиционируешь, потому что это совершенно неправильно. И мы боремся именно вот с такой работой, с такими монтажниками. Потому что, ну, нельзя на него устанавливать. Я объяснил, я говорю, я не рекламирую эту позицию, я рассказываю про свою стройку. И никому, никого, никогда к этому не призываю. Просто так делаю я. Одна из главных причин невозможности использования саморезов, это то, что при установке в Хауберг он может проткнуть все гонты. И, соответственно, вы ослабляете тем самым фасадную конструкцию. Но здесь я придумал небольшой такой лайфхак, можно его так назвать. Выставляем на десятку, на шуруповерт, и он работает уже как гайковерт. То есть, смотрите. Лишнего он не затянет. Но есть еще один минус установки саморезов. Это то, что у гвоздя шляпка, она более плоская. У самореза же она выпирает. И в любом случае, я даже вот сейчас чувствую под Хаубергом, что шляпа не дает подклеиться ламельки полноценно. Это очень плохо. В моем случае, здесь на цокольный этаж, я буду устанавливать сейчас на саморезы. Но еще раз делаю ацент на то, что это неправильно, это не по технологии, и делать так не стоит. По возможности, используйте ершеные гвозди. Или нейлер. Кстати, я полдома сбил, так нейлером и не попробовал пользоваться. Не знаю, буду ли я вообще брать. Мне на гвозди понравилось. Идем дальше. И у нас было еще приобретено из добора. Это отливы, внешние и внутренние углы. Здесь их не видно. Ну, вот на окнах, например. Они так и называются, внутренний металлический уголок. Бельгийский с посыпкой. 48 штук по 526 за штучку. 25248 рублей. Внутренний металлический уголок, это не для окон. Это шел для внутренних углов. 31 штука по 526. В общем, все уголки, они все шли по 526 рублей в то время. Сегодня же они поднялись вот настолько. Сокольная планка. Ее было взято 46 штук. Она вот она. И цена ей 790 рублей. Но еще один момент, друзья. Сразу хочу акцентировать внимание. Когда я все это в куче уже записал в компанию Технониколь, мне еще была предоставлена небольшая скидка. А ту цену, которую я вам сейчас показываю на сегодняшний день, это просто взято по факту с сайта Технониколь. Чтобы вы понимали. Было потрачено изначально на фасад 782 тысячи 84 рубля. На сегодняшний день этот же самый фасад стоит миллион пятьдесят шесть тысяч. Есть один важный момент. Сразу говорю еще раз. 782 это с учетом небольшой моей скидки, которую мне дали уже на фоне всего приобретения. А миллион это та стоимость, которая просто взята с сайта. Без каких-либо скидок. Уверен, если вы будете набирать все позиции просто на официальном сайте Технониколь, и у вас получится хорошая сумма, в конце вам еще, я уверен, дадут скидку. Ну и там, кстати, сейчас очень много чего проходит акционного, и видно, что скидки просто раздают нещадно. При том, что, кстати, друзья, видосов шесть назад, когда я рассказывал, например, про техноблок утеплитель, я вам, по-моему, там где-то промокод добавлял, строю дом 2021, по которому можно на сайте на официальном получить 15% просто моей скидки. Посмотрите видосы, где мы только начинали утеплять дом, и там под видео везде есть как раз этот промокод. Так что можете смело, если планируете брать утеплитель в ближайшее время, получить скидку. Так, теперь еще важный акцент. Посмотрите на смету сейчас. Вот она она. И посмотрите там конкретно на цену ОСП. И вы увидите, что вот эти две итоговые цены, они изменились в основном только из-за деревяшки, только из-за ОСПшки. То есть, когда ОСП вернется назад на круги своя, куда она и должна вернуться, потому что это тупо прессованные щепки, которые ничего не должны стоить в принципе. Но я вам простой пример скажу. Клееный брус поднялся в цене. Стоил кедровый клееный брус в декабре 46 тысяч за куб. Сегодня он стоит 54 тысяч за куб. То есть, он поднялся на 9 тысяч рублей. А ОСП стоило 60 тысяч за куб. А сегодня стоит 120 тысяч за куб. Она поднялась на 100%. А если говорить про август, то там еще дешевле было. То есть, получается, что деревяшка, то есть ОСПшка, сегодня поднялась на 300%. Именно вот этот момент, он немного напрягает. Но говорят, что это временное явление, и возможно, это все закончится. Мы общались с проверенными источниками, так скажем. И если брус, доска, береза, вот сегодня особенно, уходит в Китай, очень активно. Если говорить о ОСП, то есть такие предположения. Первое, это Европа очень сильно подкосил коронавирус, потому что там к этому относятся намного серьезнее. И компании были закрыты. И типа сейчас Европа имеет большую потребность в ОСП. И второе предположение. Говорят про Америку, что якобы там дерево тоже поднялось, но разница намного выше. У нас здесь и зарплаты меньше, и труд проще. И поэтому, якобы, заводы, занимающиеся ОСП, заключили долголетний контракт на покупку нашего российского ОСП. Я не знаю, что на самом деле. Понятное дело, что ждать я не буду. Падение цен – это нереально. Зимой доколачивать Хауберг – это просто неправильно. Поэтому все-таки сейчас мы быстренько сделаем основополагающие задачи по полам. Я хочу их залить. Это 20 кубов. 20 кубов – это 45 тонн. 45 тонн быстренько в ведрах перетаскаем на этажи, в подвалы, на первый этаж. Зальем полы ровненько, чтобы у нас они уже сохли до зимы. Вам это все покажу, конечно же. Ну и будем дальше собирать котел, собирать бойлерную систему, собирать коллекторную систему для насосной группы и так далее. И уже мечтать о том, что зимой этот дом у нас будет греться. Еще один момент, который я вам не сказал, а может быть сказал за кадром, а может быть не сказал, это то, что дом у меня 325 квадратов. И если сейчас разделить эту итоговую сумму 780 тысяч на 325, вы получите сумму за один квадратный метр. По факту здесь указана вся система, весь пирог этого дома, который необходим для того, чтобы сделать классный вентилируемый фасад. Ну а по поводу того, насколько это у меня получилось или не получилось, ну судить, конечно же, вам. По мне так очень здорово. В следующем выпуске мы увидимся с вами уже в подвале. Наверное, начнем клеить кафель на нашу котельную. Все, рад был вас видеть. Пока, пока.